Алексей Николаевич обладал феноменальной памятью, обладал чувством юмора. И порой он заканчивал какие-то выступления, заседания очень коротко. Например, были мы на отдыхе в Пицунде, и оттуда ехали в Батуми для того, чтобы летать в Россию. И грузинские товарищи просили посетить почти построенный табачный комбинат. Но обычно для чего приглашают? Чтобы еще попросить денег. Средств не хватает, надо еще, еще, еще. И вот приехали мы на этот комбинат. Водили нас долго по цехам, рассказывали, что их сигареты, марки сигарет, которые они выпускают, самые лучшие в мире. Много чего рассказывали. И после этого осмотра комбината должно было быть совещание. И когда после осмотра спустились на улицу, Алексей Николаевич сам никогда не курил, вдруг он спрашивает, а у кого есть закурить, товарищи? Ну и вы знаете, все грузинские руководители, руководители комбината тут же полезли в карманы, достают сигареты, и что он видит? Мальбора, Кент там и все прочие иностранные сигареты. А производства пачки, которые там ему показывали, ни у кого нет. Он говорит, ну зачем мы пойдем на совещание, если вы говорите, что ваши лучшие сигареты, а вы их сами даже не курите, поэтому дальше продолжать разговор о качестве вашего табака нам нет смысла, сел в машину и уехал. Мы ездили хоронить Насара, причем это произошло неожиданно, за сутки собрались, улетели туда, поселились в посольстве нашем, которое на берегу Нила стоит, и на следующий день должны были ехать на процедуру похорон. А своеобразные реакции населения, люди с мостов бросались из домов, выбрасывались под машины, бросались в знак того, что вот эта трагедия такая, и они тоже ей опечалены. И наши коллеги египетские утром нам заявляют, вам из посольства выезжать нельзя, обстановка над городом потеряна, за вашу безопасность мы не отвечаем. Ну пошли, доложили Алексей Николаевич, начальник охраны Карасев, что вот такая и такая ситуация категорически выезда нам рекомендуют не делать. Алексей Николаевич выслушал Карасева и говорит, а зачем я тогда сюда приехал? В посольстве отсиживаться? Вот вы охрана, вы и решаете вопросы, а я должен быть на месте травмных мероприятий. Катер подогнали к набережной напротив посольства, посадили нас, Алексей Николаевич тоже в катер, и на противоположную сторону Нила, на остров Куба, где проходили все эти церемонии, поплыли. Всех глав государств, которые приехали на похороны, египтяне выстроили в шеренгу и поставили перед катафалком. А катафал запряжен шестеркой лошадей. Сидит погонщик с холостом, и поначалу-то, когда двинулись по улице, еще место было, а дальше все запорудил народ. И проехать нельзя. Погонщик сзади нахлестывает лошадь.